всем привет не прошло и 10 дней а прошло примерно около семи дней ну короче целую неделю получается я ждал с момента покупки ветрогенератора и вот это чудо наконец-то таки до меня дошло общий вес данной посылки составляет 10 килограмм 700 грамм дошло оно мне компании сдек то есть мне даже позвонили предварительно предварительно согласовав время привезли позвонили то что мне звонок не работает и все прекрасно при помощи паспорта соответственно я получил данный ветрогенератор я заказал в китае ссылки будут под видео также будет на всякий случай на лопасти на него и сразу хочу сказать спасибо огромное вот этим вот людям вот вот так мера показать которые задонатили мне 700 рублей это было целых три человека то есть не куча до народу да хотя всем интересно целых три человека которые именно повлияли на то чтоб я его приобрел честно говоря я как еще раз говорю повсегда сомневаюсь насчет покупки потому что ну тоже согласитесь покупать просто так что-то как бы за свои деньги это очень тяжело а когда люди помогают тем что скидывается хотя бы понемножку кто сколько мог на скидывали целых 700 рублей и уже это для меня повод того чтобы эти деньги пустить именно в покупку несмотря на то что я сторговался с китайцем и для обзора данный ветрогенератор мне обошелся в 10 тысяч соответственно минус 700 рублей от подписчиков минус кэшбэк опять же сервис которым я пользуюсь будет под видео где-то кэшбэк составил около 800 рублей соответственно за 8 с чем-то тысяч я приобрел ветряк то есть соответственно я на карточку скинул 10 потому что те 700 рублей которые мне надо на теле я не вывожу 700 800 рублей которые получились с кэшбэка соответственно они через пару месяцев всего лишь могут вывестись но тем не менее несмотря на это я всегда свое слово держу и я приобрел вот это чудо на обзор в этом ролике мы реально вот я еще его не распаковывал вот он весь в скотче распакуем посмотрим что пришло и посмотрим как соответствует соответственно описание продавца к тому что он предоставляет сразу скажу что почему из меня заинтересовал этот ветрогенератор для тех кто не в курсе кто смотрит первый раз это видео и соответственно не смотрел прямую трансляцию это то что здесь у нас используется более новые лопасти соответственно про которые уже многие почему-то говорят что вот мы брали фуфлоу полная и описание читает соответственно у продавца там что люди ставят там что-то разбивается вы понимаете такая тенденция есть что все ветрогенераторы начиная я не знаю с какого с 14 или с 13 года у которых есть разброс по толщине лопастей какие-то есть нюансы и народ не смотрит он покупает и думает вот я купил ее вот эту коробку сразу быстро на мачту ставлю все работает нет это не солнечные панели здесь ребят надо подход немножко другой поэтому я вам все на этом своем примере так скажем вот с нуля продемонстрирую и в следующих сериях которые я отдельный плейлист заведу по этому ветряку соответственно вся его жизнь будет в новом плейлисте я вам ее продемонстрирую соответственно давайте начнем с того что распечатаем тут у нас вот есть где так вот сплошняковые как они забыл как называется то есть перевязана он еще жесткой стяжкой чтобы не развалилась коробочка вот дженет ком сайт китайского продавца но под видео будет ссылка на алиэкспресс соответственно если у вас оптовое предложение вдруг мало ли обращайтесь к продавцу продавец идет на общение если вы пишете на английском языке все там он общается мне понравилось в комментариях был такой этот я типа и покупает для ютуба типа вы мне даже скидку не сделали ну человек наверно начинающий думает что если все снимают ролики для youtube и выкладывать значит все продавцы должны продавать за копейки кстати это первая покупка на которой я клянчил скидку и не то чтобы клянчил но мне хотелось ее получить и я удивился что продавец целых две тысячи рублей не скинул там две с копейками то есть это единственная такой был у меня момент за всю мою практику так скажем восьмилетнюю что я там чё-то там и причем этот китаец посмотрел трансляцию ту которая вел по этим ветрякам если он это не посмотрел он скрипы и не согласился то есть не так-то просто у китайцев выбить скидки подобные на товары если это не крупный какой-то магазин или не хочет он там сильно там быстро распиариться соответственно он не будет никаких скидок давать то есть но это уже делать 10 так сложно так открыть а тут везде эти стяжки вот они идут как они нейлоновые не знают ремни такие вот то есть просто так и и не порвать контроллер почему я еще мне заинтересовала это именно модель во первых цена очень низкая во вторых полный комплект идет контроллер 1224 если не ошибаюсь да вот тут идет жестко к 12 вольтам и точка стоит я не знаю а запах я всегда шизеет китайского запаха надо будет в китай выезжать жить так инструкция нифига себе так штатив упрёмся ребятки такая вот красивая иллюстрированная инструкция идет паспорт модели короче до 400 ватт от 100 до 400 а ну вот это кстати первая модификация ветрогенератору которая даже у каждого было там лопасти такие треугольные так комплектация ой блин слушайте первый раз вижу такую это лопасти вот здесь вот обычно идут вот именно вот про такие лопасти ребята я не знаю на камеру там будет видно нет но вот смотрите видите как они то есть от центра одинаково суда одинаково суда вот эти лопасти они высокоскоростные и многие кто покупает именно такие ветряки расстраивается а вот теперь смотрите какие здесь лопасти здесь такой пробельчик вот тут две лопасти лежат это скорее всего дополнительные к трем которые идут основные он-то нас пяти лопастные и вот именно вот про это ребятки речь лопасть не такая длинная очень жесткая она не гнется я не знаю это вот я сейчас прикладу усилий где-то килограмм 15 то есть у меня силы достаточно то есть она толком не гнется что тут может разлететься соответственно неправильная сборка и и вот посмотрите все что я на видео говорил все так оно и есть продавец не обманул максимально здесь все усилено с этой стороны очень тяжелая лопасть сделано качественно поэтому если она тяжелая а вот та каплевидная да в одну сторону одинаково его вторую там центровка так скажем не толком не требуется потому что там лопасть весит меньше чем это это весит я не знаю килограмм килограмм горю 0 2 килограмма где-то грамм 200 то есть разберемся до этого все дойдет лопасти аккуратно и в отличие от предыдущего ветрогенератора который у меня был на обзоре где подписчик покупал здесь уже поинтереснее так угол атаки это высок высокоскоростные лопасти ребят и рабочая поверхность лопасти вот до сюда почти до конца хотя нет стоп до конца угол сохраняется форма вот здесь он воздух разрезает и идет в эту сторону то есть вот именно вот это из-за этого крыла то что вот сюда вот две ступеньки идет вот именно вот за этого крыла меня и заинтересовал данный ветрогенератор то что он не такой как все которые есть на рынке то есть вот это более эффективный для более слабого ветра не для семьи девяти двенадцати метров в секунду это должно работать минимум я не знаю со скольки будет но вот средняя это пять метров в секунду то есть и тем более у нас еще пять лопастей но это мы все с вами в будущем проверим загадывать не буду кому интересно соответственно подписывайтесь следите помню свое время я хотел приобрести данный контроллер для обзоров сейчас его цена 1700 рублей примерно но самое дешевое предложение опять же таки я найду и под видео в ссылочках тоже дам так здесь у нас трехфазный мост диодный стоит уже в нем соответственно идет контроль по напряжению по температуре сенсор есть у нас есть кнопочка выбор режимов обнаружение напряжения с ветрогенератора кстати это большой плюс отличие диодного моста просто диодного моста на аккумулятор от подобной вещи то что ветрогенератор подключается только когда напряжение выше напряжения аккумулятора и кстати об этом я уже от неоднократно говорил есть три индикатора статуса стоп два индикатора и вот тут какая-то пупырка торчит я не знаю может быть это индикатор может еще что-то но это уже тоже в процессе работы посмотрим контроллер очень легкий в принципе он ребят очень простой контроллер если так вот идти из разку из соображение того шим он или мппт конечно же он шим контроллер то есть либо другими словами пвм кому как больше нравится то есть здесь обычный генератор на мультике собраны которые просто при определенных условиях срабатывает при обретеленных условиях подключает нагрузку то есть при превышении оборотов то есть какие-то защиты в нем есть нет плюс так идет инструкция как видим инструкция скудненькая то есть видно что данные контроллеры выпускается не этой компании но тем не менее так мне вот интересно почему здесь сток 8 ампер здесь указан ток 8 ампер 8 умножить на 24 240 200 ватт примерно чего-то там но опять же она на китайском языке на 4 просто распечатано ну и может быть даже нет это нет от этого до такие а вот это датчик температуры пупырка это не винт как мне показалось на датчик температуры все так как раз то что у нас работал брейк тормоз защиту ушел в общем посмотрим не всегда найти интересно откуда они берут данные какой мощности там должен быть генератор ведь большинство блогеров вот когда ветряки показывают они в принципе не знаю с пальца высасывают там с дрели на самом деле самый показательный вариант это именно работ испытания ветряка в реальных условиях то есть при штормовом посмотреть какой ток идет и это именно будет порогом потому что не у каждого есть ветра установки где как труба где можно это все делать протестировать можно было в принципе вот так и все запихать в один пакетик ладно это мы уберем до лучших времен мы попробуем с контроллером без контроллера как это у нас дело работать дождемся ветер я установлю это все на мачту так 50 что ли что мне 50 мне кажется болен диаметр больше или под 42 вот она красотуля смотрите как красиво все уложено в принципе когда я его тащил забыл показать что тут что-то блямкает и блямкает это ребят вот здесь вот именно хаб хаб короче где-то методом литья изготавливается и вот где-то у них отдельно от ветряков по ходу лежал вот это вот резиночка нам нужно для того чтобы установить на мачту обернуть снять вибрацию это очень важно если у меня на доме стоит то есть вот этот поможет как бы сделать его более тише снять ненужную вибрацию с ветряка тем самым как бы продлить срок жизни лопастям так пакетик пустой я не знаю ключики наверно были тут дырка наверно выпала это у нас закрывает хаб аэродинамический факт дает кстати нет винтов не наблюдаю сейчас мы посмотрим дальше так лопасти у нас соответственно хаб по 5 лопастей мы это видим то есть при 3 так с тремя работ не будет с двумя работ не будет блин с четырьмя работ не будет то есть если вы хотите переделать его под другой по другое количество лопастей вам нужен другой хаб это факт ну хаб стандартная честно говоря он подходит от большинства ветряков то есть ничего такого особенного нет только единственно что он облегченный и вот тут что у меня был германский очень похож из того же разряда вот по вот этой части правду тормозной колодки сюда можно поставить ну да ладно на ветряке вот такая красивая наклеечка есть у нас интересно с одной стороны или с двух ох блин слушайте ну это качество это уже не то что вот я говорю предыдущие брал здесь несмотря на то что что-то там говорили там косяки вот по поверхности есть типа вот вручную видно что там обрабатывали но здесь идет грунтовка покраска нормальной краской о интересно смотрите и первый раз вижу что провода выходили из отверстий специальных они просто здесь внутри дырка была и там у нас слип механизм голографическая наклейка проверено и вот еще с этой стороны у нас полное описание идет ветрогенератора мотор альтернативный максимальная мощность 420 ватт рабочее напряжение 12 вольт продукция каранти китай вот тут вот от скотча у них следы остались поверх покрасили что такое ощущение что туда упала но тут вообще красиво конечно так я понял что он стягивается винтом так ладно надо все это будет разбирать так когда все выпало с обратной стороны ничего нет здесь у нас дырка сквозная и вот они наши винтики так это у нас на мачту то есть на да на мачту 4 это у нас смотрите гайка центровочная и винт сверху первый раз такое вижу и самое смешное гайку накручивали то есть его реально проверяли вот это вот ребят показатель предыдущего ветрогенератора я там за кадром все все делал то есть я там прорезал резьбу потому что ее невозможно надеть то есть люди которые делают подобное первый раз они даже не знают что гайку это надо сначала прогнать а чтобы ее прогнать это надо ключик кстати тут ключиков нету ну это ладно это пол беды ключи у меня есть то есть ее надо прогнать если она и не идет обратно выкручиваем потом дальше пытаемся прокрутить она пошла потом застряла выкручиваем и вот так надо делать пока она полностью не сядет то есть иначе у вас будет хаб болтаться если он будет вот так вот биться во время работы лопасти поломает хоть как дисбаланс приведет к тому что у вас просто генератор если подшипник не разлетится лопасти то точно разлетятся так в общем это у нас крепление к мачте это крепление хаба генератор и считаем десяти винтов должно быть винты под шестигранник 2 четыре пять шесть семь восемь девять десять и шайбочка у нас скорее всего отсюда но я не знаю инструкцию ребят видите сами что инструкцию нет не открывая потому что ну это все просто и так и понятно вот он весь ветрогенератор ну что следующим этапом у нас в следующей части будет разборка мы посмотрим что же внутри этого чуда давайте хоть вкратце попробуем хаб прикинуть так как он там ложится гаечку не накрутишь ушел генератор ушел внутрь то есть надо будет хоть как взять раскрутить и посмотреть то есть сначала обмотку кстати подшипники здесь идут 62 03 z и подшипники такие вот блин качественную со смазкой блин опять я не знаю подшипники тихие не болтаются так вот сделаны провода провода идут многожильные медь луженая ребят и причем она идет в пластике и провода видите возвращаются провода нормального сечения то есть вот это идет к шести квадратам если что каждый идет к шести квадратам они общая сумма проводов должна быть шесть квадратов многожильный провод это когда куча жилок в проводе если что я на всякий случай предупреждаю не знаю мне нравится а насчет того что он 12 вольтовый это я буду тоже экспериментировать то что мне производитель сказал что он может работать как на 12 вольтах заряжать так и на 24 только на 24 нужен ветер чуть побольше но на 12 вольтовый типа выходит он пораньше вот как то так так что профессионалы которые мне сказали нифига подобного это не новинка ну я не знаю лопасти такие именно появились только недавно красотуля красотуля так еще хочу одну вещь проверить да вот если дисбаланс будет с хабом лопасть будет упираться в мачту то есть еще знаете такой нюансик все что вы крепите должно крепиться и проверяться то что она закреплена потому что даже вот когда вы вход лопасть закручиваете да вроде затянули до конца там могло быть мимо резьбы и в итоге там в одном месте будет идти как бы дисбаланс сильно вот когда мы закручиваем винтики они должны идти свободненько потому что резьбу здесь нарезали уже соответственно если пошло вдруг туговато значит вы закручиваете неправильно в обход резьбы соответственно может вырвать то есть подшатали пошло или маслица вообще взяли подшатали пошло вот у меня застревает вот сейчас но тем не менее я руками закручиваю выкручиваю пошатали пошло дальше все резьба целая винты нормальные винты не ржавейкой теперь еще немножко так я забегу вперед по поводу громовки лопастей лопасти ребята они как бы формовочная то есть их не 3d принтер печатает их заливает форму пластик и соответственно получается у нас лопасть после остывания под вакуумом это все дело делается чтобы убрать пузыри и так далее но при формовке остаются вот такие вот как бы лишние куски пластика и вот их тоже нужно убирать и причем они и вот здесь вот идут какие-то знаете небольшие изломчики вот по этому пластику если это все не убирать также лопасть у нас вот в этих местах каких-то может иметь возможность переломиться то есть при каком-то сильном ветре или давление поэтому это все для начала это все нужно зачистить обязательно только после этого проверить громовку громовка у всех лопастей должна быть одинаковая только после этого мы собираем это все дело это комплекты все комплекты вообще я не знаю вообще наверно всех ветряков смысл заключается в том вы его купили вы его сразу проверили у вас должны быть весы которые в граммах вешают то есть каждую лопасть измерили в определенный маркером рисуете на лопасти центровку когда вы ложите на весы и у всех с помощью линейки измеряете расстояние где нужно метку ставить на весах ставите метку где лопасть должна находиться и вот именно так же все лопасти кладете на весы измеряете громовку громовка разная подтачиваете сводите к минимуму замеряете сначала громовку всех лопастей которые у вас есть выбираете минимум у минимума ищите все косяки потом замеряете громовку например где нибудь вот здесь вот пишите вот здесь есть даже местечко такое вот оно можно написать громовку вот здесь не смывающимся маркером тем самым вы себе в будущем поможете и написали громовку и дальше уже отталкиваясь от этих грамм начинайте работу с другими лопастями то есть зашкурить вот эти все края кстати лопасти данные они хоть и такие красивенькие вроде ровненькие все но ребят я рекомендую их красить хотя бы баллон с лаком берете и красите тем самым вы защищаете и заполняете микроотрещинки на лопасти от каких-то внешних осадков от внешних давлений краску рекомендуется использовать эпоксидную автомобильную эмаль какую-нибудь хороший баллончик идете покупаете в любой цвет который вам нужен я вот обычно в два в три разных цвета делаю получается радуга можно там полосками раскрасить как уже душе угодно там получится типа мини радуги когда это все работает тоже красиво в общем вот именно ребят стопы вот именно вот из-за вот этой формы лопасти я его им вернее и заинтересовался ну на этом я прощаюсь с вами спасибо за внимание следите за продолжением кому интересно могут соответственно это все дело посмотреть на сайте производителя а в следующем видео мы с вами разберем ветрогенератор посмотрим как у него там устроен статор какой у него механизм свип который передает непосредственно напряжение с генератора в сторону контроллера на провода и до новых встреч подписываемся ставим лайки всем пока и до новых встреч